Издательство Эксмо. Татьяна Бочарова. Ромео должен повзрослеть. Ранним октябрьским утром Анна въехала за шлагбаум и припарковала свою малышку Шкоду Фабию во дворе колледжа. Настроение у неё было отличное. За прошедшие выходные она успела прекрасно отдохнуть, выспаться, переделать кучу дел, да ещё умудрилась сходить с Олесей в зоопарк. В теле её ощущалась бодрость, ноги, обутые в симпатичные ботильоны из чёрной замши, весело шагали по шелестящему золотистому ковру. Она легко взбежала по ступенькам, толкнула стеклянную дверь и очутилась перед турникетом. — Доброе утро, Анна Анатольевна! — приветливо поздоровался пожилой усатый охранник. — Что-то вы рано на сегодня. — Доброе утро, Николай Саныч! — Анна приложила к табло электронный пропуск. Турникет запищал и подмигнул зелёным глазом. — Стараюсь быть пунктуальной! — она оставила подпись в журнале, взяла ключ и направилась к кабинету. Обычно ей не удавалось приходить заранее, нужно было отвезти Олесю в садик, который находился в получасе езды от колледжа. А с утренними пробками выходила и все сорок минут. Поэтому Анна часто являлась на работу впритык к самому началу пары. — Что поделаешь, мать-одиночка вынуждена крутиться, как волчок, и всё равно чего-то не успевает, потому что растит ребёнка без бабушек и дедушек, а на подхвате у неё лишь единственная тётка, пожилая, больная и живущая на другом конце Москвы. Анна шла по коридору, краем глаза ловя своё отражение в зеркалах. Безупречная осанка, гордо поднятая голова, волосы туго зачесаны в гладкий, ни одной непослушной прятке пучок. Строгий серый брючный костюм сидел на ней, как влитой. Она улыбнулась едва заметно краем губ. — Всё хорошо, прекрасная маркиза. Так любил говорить отец. Так теперь говорит она сама себе каждый день, просыпаясь утром. У двери кабинета уже стояла стайка студентов. Самые сознательные повторяли задания, уткнувшись в конспекты. Остальные весело болтали или торчали в телефонах. При виде Анны все оживились. — Анна Анатольевна! — Здравствуйте! — Сегодня будет самостоятельная? — Здравствуйте! — Анна повернула ключ и распахнула дверь. — Обязательно будет. Проходите. Четвёртый курс заполнял кабинет, рассаживаясь за столами. Анна прошла кафедры, где на столе у неё в полном порядке были разложены стопки тетради, учебники, стояли ноутбук и стаканчик с карандашами, ручками и маркерами. Она удобно устроилась в мягком кресле и оглядела класс. — Примерно треть отсутствует. По каким причинам, интересно? — По причинам первой пары! — подал голос толстяк с последней парты. — Не поняла я твоего юмора, Круглов. — Холодно сказала Анна. — У нас в этом семестре алгебра всё время первой парой. И что теперь, не ходить на неё? Круглов молча пожал плечами и уставился в стол. — Предупреждаю ещё раз. В конце года у вас экзамен. Оценка идёт в диплом. Кто-то хочет двойку в аттестате? — Никто! — протянул нестройный хор. — Я так и думала. Анна, выбрав из стаканчика синий маркер, подошла к доске. — Это задание для самостоятельной работы. Пять пунктов. Кто справится раньше, тот может сделать ещё два. Они будут в конце, за чертой. — Тут до черты бы успеть! — недовольно пробормотал Круглов и опасливо покосился на Анну. Она писала задание, маркер тихонько поскрипывал у неё под пальцами. В кабинете стояла сосредоточенная тишина. Анна любила такую тишину. Эти ранние утренние часы. Сейчас все, присутствующие в светлом и уютном кабинете, были как бы заодно. Анна знала, видела. Несмотря на то, что утро, хочется спать, ребятам интересно, они уже включились в работу. Она слышала тихий шелест мыслей. — Шелест мыслей! — так тоже говорил отец. Анна с мамой смеялись. — Как это мысли могут шелестеть? А он отвечал — могут. Особенно хорошо это слышно ранним утром. Потом Анна поняла, что он был прав. Когда стала сама преподавать, стояла у доски и смотрела на склонённые над тетрадями головы студентов. Тогда она и услышала шелест мыслей. Это было восхитительно. Дверь кабинета открылась. На пороге возник долговязый юноша, скопной отросших волос, почти закрывающих оба глаза. — Можно войти? Анна оторвалась от доски и недовольно посмотрела на прибывшего. — Доброе утро, Дронов. Пара началась пятнадцать минут назад. — Я в курсе. Он спокойно смотрел на неё из-под неопределённого цвета чёлки. — Если в курсе, тогда что стоишь? Быстро садись и переписывай задание. Но учти, в следующий раз опоздаешь — не пущу. Парень кивнул и полез к окну. Анна продолжила писать, с сожалением отмечая, что явление Дронова несколько нарушило деловую сосредоточенность. Шелест мыслей стал едва различим, а потом и вовсе пропал. Вместо него теперь отчётливо слышался громкий шёпот. Чёртов Дронов преспокойно беседовал о чём-то со своей соседкой по столу. Такой наглости Анна стерпеть не могла. — Дронов, ты сейчас пойдёшь туда, откуда пришёл. — Ещё один звук, и я тебя выгоню. Понял? Дронов согласно кивнул и замолчал, однако по-прежнему продолжал сидеть за пустым столом, не достав ни тетради, ни ручки. На фоне общего действия его бездействие очень выделялось и казалось демонстративным. Анна почувствовала, как в ней закипает гнев. Опять. На каждом уроке он так себя ведёт, словно требуя к себе особого внимания. Достал. Анна уже жаловалась на него тьютору курса. Та беседовала с ним, но бестолку. И ведь главное, на других парах он тише воды ниже травы, только у неё выпендривается. Завуч Инна Михайловна Зеленина, как-то услышавшая Анны сетование по поводу Дронова, мило улыбнулась. — Да вы просто нравитесь, Саша, Анна Анатольевна. Неужели не видите? В ответ Анна дёрнула плечиком, пренебрежительно поджала губы. Ещё чего. Не хватало, чтобы всякие сопляки и оказывали знаки внимания, срывая при этом уроки. Она сделала глубокий вдох, стараясь вернуть самообладание. — Так, Дронов, или ты достаёшь тетрадь и решаешь самостоятельную, или идёшь к директору. А я позвоню твоим родителям. — У меня только мать, Анна Анатольевна, — произнёс Дронов всё тем же невозмутимым тоном. — Ну, значит, я и позвоню. — Анна Анатольевна, а вы себя хорошо чувствуете? Не устали? А то вы какая-то грустная. — Что? — Анна почувствовала, как щёки заливает предательский румянец. — Выйди вон. Я сказала, выйди из кабинета. — Да выйду, выйду. Не волнуйтесь так. Дронов поднялся из-за стола. — Конфетку хотите? Он пошарил в кармане толстовки и достал шоколадную конфету в яркой обёртке. — Вот, вкусная. Анна молчала, демонстративно скрестив руки на груди. — Ну, как хотите. Дронов пожал плечами и пошёл к дверям. В кабинете послышались смешки и шёпот. — До свидания, Анна Анатольевна, — попрощался Дронов и скрылся за дверью. Анна машинально приложила ладонь к пылающей щеке. Студенты оторвались от тетрадей и смотрели на неё с любопытством и ожиданием. Она знала, что они думают. Неужели можно вот так безнаказанно злить Акулу, самую строгую и принципиальную преподавательницу во всём колледже? Прозвище Акула Анна получила отчасти из-за фамилии Акулова, отчасти благодаря своему зубастому характеру. Всегда безупречно аккуратная и подтянутая, слегка холодноватая и отстранённая. С такой исключено понебратство, и тройку из жалости из неё не вытрясти. Когда Анна сердилась, в прозрачных синих глазах плескалась ярость, в голосе и появлялся отчётливо слышимый металл, который заставлял робить не только студентов, но и многих её коллег. И вот теперь она стоит на виду всего курса и чувствует дурацкую беспомощность из-за обычного нахала, едва вышедшего из подросткового возраста. — Ну уж нет! — Анна безапелляционным тоном произнесла. — Времени осталось мало, поэтому не отвлекаемся больше. Решаем задание. Я иду проверять, кто сколько сделал. Поднятые головы тут же опустились, любопытные глаза уткнулись в тетради. Анна удовлетворённо кивнула и пошла по рядам. Продолжение следует...